Чиновников накажут за провал кампании по вакцинации населения. С таким заявлением выступил на этой неделе вице-премьер и глава межведомственной комиссии Яралы Тукжанов. Речь идет о тех регионах, где люди неохотно делают прививки. Вот только спрашивать за это почему-то решили не с Акимов, а с их заместителей. Считаем целесообразным поручить Акимов регионов принять исчерпывающие меры по организации вакцинации. Отметить личную ответственность руководства Акиматов за невыполнение плана вакцинации. В последующем случае отсутствия положительной динамики считаем целесообразным принять меры дисциплинарного характера к урвичным заместителям Акимов. Попасть под раздачу могут чиновники как минимум трех областей. В аутсайдерах по темпам вакцинации сейчас Костанайские и Западно-Казахстанские регионы. Там привита только половина подлежащего населения, а от общего числа жителей цифры еще меньше. В Мангистау ситуация хуже, а вот в лидерах – Восточно-Казахстанская область, Туркистанская и город Шимкент. В последнем чиновники вообще заявили, что выполнили план вакцинации на 100%, но позже этот самый план пересмотрели. Помимо этого и Восточный Казахстан, и Туркестанская область выполнили. Но этого недостаточно, это в целом охватывает не 60% от всего населения. То есть был план доведен до конца сентября, они его выполнили на 100%. Дальше сейчас мы расширили общее количество подлежащего населения с 10 миллионов до 11 миллионов 389 тысяч. И Шимкент сейчас на данный момент выполняет от плана 91%. На фоне таких оптимистичных цифр поражает история, которая приключилась в Усть-Каменогорске. Семья Титовых неожиданно для себя оказалась вакцинирована, хотя прививку они еще не делали. Все случилось, началось все с сообщений, пришедших Марине, а потом и ее мужу. В тексте первого СМС было приглашение получить вакцину, а следом в еще одном обозначили дату второго укола. Супруги в тот момент были в дороге и не сразу придали значение посланиям. А потом их статус в приложении АШИК внезапно изменился с нейтрального синего на безопасный зеленый. В пятницу нам нужна была смесь для ребенка. Она продается только в детском мире, это спецпитание. Мы зашли в торговый центр по АШИКу. У меня безопасный статус, зеленый. Мы купили смесь, вышли в недоумении. И я говорю, что произошло, почему так. То есть мы не вакцинированы. Потом в субботу мы зашли в центр, здесь в Нур-Султане, в реабилитационный. И у мужа зеленый появился статус, тоже безопасный. В столицу Титовы приехали на реабилитацию сына. У Тимофея тяжелая форма ДЦП, и ему постоянно нужна терапия. К слову, семья едва сумела собрать деньги на обследование, не обошлось без помощи неравнодушных казахстанцев. На лекарства и специальное питание ребенку уходят большие суммы. Супруги боятся, что их обвинят в покупке паспортов вакцинации. А это уголовное правонарушение. Тем более, что сделать укол они планировали как раз по возвращении домой. Но кто-то из медиков решил их опередить. Пусть нам вернут статус, тот, который положен нам, да, вот как бы синий у нас был статус. А если, допустим, мы захотим вакцинироваться, мы придем в эту поликлинику. А там что нам скажут? Мы уже якобы, наверное, как-то там по документам там и вакцинированы. Мы тоже знаем, что за это есть наказание, что вот многие люди там покупают паспорта, как-то обходят закон. Нам это не надо. Естественно, мы обратились в поликлинику, где Титовым якобы сделали прививку, и в областное управление здравоохранением. Чиновники заявили, произошла ошибка. Всему виной человеческий фактор. В ходе рассмотрения обращения было выявлено, что в информационную систему вакцинации были внесены данные о том, что пациент получил первый компонент. Были взяты объяснительные сотрудников задействованных вакцинацией, где было говорено о том, что в связи с высокой нагрузкой были некорректно занесены данные. На сегодняшний день, по результатам данного рассмотрения, материалы будут переданы в ДВД. И здесь возникает резонный вопрос к властям Восточного Казахстана и министру здравоохранения. Это так регионы выбиваются в лидеры по темпам иммунизации? Сколько таких лжевакцинированных, внесенных в базу ради статистики, но не привитых? Ведь случаи с Титовыми не единичны. Редакция Больших Новостей знает и другие похожие истории случайной смены статуса. Только люди не хотят говорить об этом на камеру. Кого пытаются обмануть медики? Зачем это делают? Чтобы выслужиться перед центром? Для чего такая игра с цифрами? Распространение вируса это вряд ли остановит. А потом что? Новый локдаун, как в России? В соседней стране из-за появления более опасной разновидности дельта-штамма снова объявили нерабочую неделю. Ограничения введут с конца октября. Закроется все. Рестораны, кинотеатры, концертные залы. Потому что заболеваемость растет и смертность бьет рекорды. А после пускать в общественные места, вероятно, будут только по QR-кодам. То есть исключительно привитых. В Казахстане, напротив, карантин на этой неделе ослабили. Заработали ночные клубы, ведь заражаемость идет на спад, а число привитых, мы видели, растет. И скоро цифры станут еще больше. Ведь делать уколы начнут детям, беременным женщинам и кормящим матерям. Минздрав на этой неделе утвердил правило вакцинации американским препаратом Pfizer. Его коммерческое название – камернати. В одной ампуле – 6 доз. Беременных будут прививать в промежутке между 16 и 37 неделями. Кормящим матерям уколы делать можно спустя 42 дня после родов. А что касается детей, то в первую очередь прививку получат старшеклассники. На сегодняшний день у нас по городу Алматы разрешается также вакцину проводить и с выездом, в том числе и в школы. Согласен родители сначала 17-летний, 16-летний, 15-летний и так далее. Никакого опроса и предварительного анкетирования мы сейчас не проводим. Главное сейчас обеспечить холодовую цепь для Pfizer. Ведь эта вакцина должна храниться при температуре минус 90, а после размораживания всего месяц в обычном холодильнике. Хочется верить, что в поликлиниках будут соблюдать эти условия. Ну и врачи честно делать уколы, а не просто вносить о них информацию в базу данных. Продолжение следует...